Всем привет, друзья! Новое видео на канале обзоров, а это значит, что подъехала очередная распаковка посылок. Сегодня будут посылки не только с Алиэкспресс, но и с Яндекс.Маркета. Посмотрел на досуге цены на наших маркетплейсах, сравнил и подумал, что некоторые товары выгоднее заказывать именно здесь. Кстати, если вы ещё ничего на нём не заказывали, то специально для вас оставил в описании промокод на скидку для первой покупки, который будет действовать до 1 ноября 2023 года. А ещё обязательно заглядывайте в группу ВК и Телеграм-канал. Там я публикую ссылки теперь и на товары с Яндекс.Маркета, а также различные промокоды, скидки и акции других магазинов. Ну и давайте начинать! В первой посылке находятся два товара. Первый мы отложим и чуть позже про него поговорим. А сначала хочу показать вам очень полезную штуку для дома. Наверняка у каждого в доме имеется пакет или сумка с документами, но чтобы всё это выглядело прилично, я прикупил вот такой органайзер или папку для документов. Урвал её всего за 311 рублей, сейчас она подорожала. Вообще эта папка позиционируется как дорожная, то есть для поездок, но и дома в ней хранить документы можно. Органайзер имеет, кстати, кодовый замок. Размеры его 27 на 37 и 10 сантиметров в высоту. То есть формат А4 сюда помещается без проблем, ещё и место остаётся. В верхней крышке находится 4 сетчатых кармашка. Как указано у продавца, сюда кладутся паспорта. Далее на отдельном листе аж 12 штук кармашков, для чего не знаю, но придумать можно. Снизу ещё 4 сетчатых кармашка. На другой стороне этого листа ещё один большой сетчатый карман на молнии. Ещё один лист с двумя карманами на одной стороне и одним сетчатым карманом с резинкой на другой стороне. И в самом низу ниша для остальных документов, которых сюда поместится довольно много. Да, сумочка приходит в смятом состоянии, но со временем она выпрямится. Уже имел дело с органайзерами для кабеля из такого же материала и всё с ними отлично до сих пор. Кодовый замок на сумке работает отлично, код менять можно. Изначально стоит код 300. В целом отличная сумка для хранения документов, подойдёт как для дома, так и в поездках. А положить туда можно не только документы. В описании оставил ссылку на продавца, у которого покупал я, а также на других продавцов. Переходите, смотрите, читайте отзывы, сравнивайте цены и покупайте, а мы едем дальше. Второй товар тоже с Яндекс.Маркета, дозатор моющего средства. В комплекте сам диспенсер и губка для мытья посуды. Диспенсер представляет собой контейнер размером 13х11,7 см в высоту и объёмом 380 мл. Пластик не самого лучшего качества, но и цена этого дозатора говорит сама за себя, чуть больше 100 рублей. Работает устройство очень просто, по принципу обычного диспенсера для жидкого мыла. Заливаете моющее средство, закрываете крышку, нажатием на верхнюю площадку выдавливается небольшое количество моющего средства, которого достаточно для мытья посуды. Ну, тут всё зависит и от вашего моющего средства. При необходимости можно несколько раз надавить на площадку. Девайс однозначно годный, работает как положено. При скоплении воды на верхней площадке её можно просто вылить и помыть этот контейнер не составит труда. Единственный недостаток – нет противоскользящих ножек. По гладкой поверхности диспенсер скользит, а в целом всё хорошо. Летим дальше. Хоть сезон и заканчивается, но хочу показать вам товар для велосипеда. Кстати, в следующих видеороликах будет ещё парочка товаров для велосипеда. Это компьютер, спидометр, одометр, в общем всё в одном. Приходят в обычной упаковке в виде блистера. В комплекте площадка с двумя контактами, которая крепится на руль велосипеда при помощи двустороннего скотча. От этой площадки идёт провод, на втором конце которого датчик для считывания скорости. Крепится тоже на двусторонний скотч, но в комплекте есть пластиковые стяжки, поэтому надёжнее будет крепить всё это дело на них. Также в комплекте магнитик, который крепится на спицу колеса, с которого и будут считываться показания – батарейка и сам компьютер. На передней панели имеются две кнопки для управления. На задней части два контакта и отсек для батарейки. Крепится компьютер к монтажной площадке при помощи защёлки и держится довольно крепко. Прокатился я, чтобы проверить этот девайс и скажу, что он работает. Насколько точно работает, сказать не могу. Компьютер показывает текущую скорость, пройденные расстояния, максимальную скорость и время в пути. Также можно установить таймер поездки и сбросить показания. Что могу сказать по этому спидометру? Устройство работает, но для точности показаний нужно будет заморачиваться с замерами и прочими тестами. Пластик не премиум качество, но для использования подойдёт. Подробнее почитать об этом компьютере можете на странице товара, ознакомиться с отзывами других покупателей. А чтобы не затягивать видео, мы летим дальше. Как я говорил в одном из предыдущих видеороликов, почему-то я люблю заказывать различные кошельки и портмоне. В наше время уже почти все пользуются банковскими и другими картами. У некоторых их накапливается настолько много, что некуда положить. Вот ловите кошелёк для банковских карточек. В моём случае кошелёк в коричневом цвете. Его размер 12х8 и 2 см толщина. На передней части имеется два кармашка, одно из них с прозрачным окошком. Закрывается портмоне на молнию, внутри 11 отсеков для карточек. Итого мы имеем 12 отделов для карт и один кармашек с прозрачным окошком для водительского удостоверения, например. Согласитесь, удобно. Пошит кошелёк качественно, без торчащих ниток. Карты помещаются и не утапливаются до конца, что делает более удобным использование этого аксессуара. Летим дальше. Мелкий, недорогой товар с Алиэкспресс. Игрушка для кошек. Если помните, в одном из предыдущих видеороликов я показывал вам игрушку на аккумуляторе. Шарик, который катается сам. Этот же шарик обычный, очень лёгкий по весу, сделан из какого-то твёрдого, но лёгкого материала. Диаметр шара 42 мм. В общем, ничего примечательного в этой игрушке нет, кроме торчащих перьев. К кошке игрушка пришлась по душе. Следующий товар. Ещё один недорогой товар с Яндекс.Маркета. Купил всего за 98 рублей. Это предверный коврик Икеа. Его размер 55 на 35 см. В общем, не очень большой. На этикетке написано, что сделано в Египте. Но не знаю, насколько это правда. Основа коврика сделана из каучука, вверх и из ворса. Как по мне, коврик своих денег стоит. Да, есть в нём минусы, он лёгкий и немного скользит по кафелю, но за такие деньги неплохой вариант. Кстати, при монтаже видео заглянул на страницу товара и оказалось, что их раскупили. Найду для вас ссылку на другого продавца таких ковриков. И напоследок. Уже давно заказал этот товар и вот дошли до него руки. Это термосумка для бутылок. Сразу скажу, что не проверял, не тестировал, но на вид всё сшито качественно. Размер её 29 см в длину и диаметр 10 см. Как термос эта сумка работать, конечно, не будет, но вот сам термос положить в неё можно. Для удобства переноски снаружи есть небольшая ручка и всё закрывается на молнию. Внутри всё обшито фольгированным материалом для сохранения тепла либо холода. Кому как удобно. Ну и спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Все необходимые ссылки найдёте, как всегда, в описании. А с вами был Иван, это канал Обзоров. До скорых встреч, пока-пока.